Очень насыщенное мероприятие, конечно, у вас. Вы большие молодцы. Удачи вам. Ну, а мы давайте сегодня начнем. Я рада всех видеть. Достаточно большая география у нас. У кого-то уже вечер, у кого-то уже полдень, еще только полдень. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые слушатели. Всех рада видеть. Очень приятно, конечно же. Ну и давайте перейдем непосредственно к нашей сегодняшней теме. А тема сегодняшняя, я бы хотела предложить следующего плана. Это реализация федерального образовательного, образовательной программы дошкольного образования. И конкретно мы с вами рассмотрим область речевого развития. На эту тему буду рассуждать и рассказывать вам я. Зовут меня Лариса Маштакова. Давайте начнем. Вот те вопросы, которые я предлагаю вам сегодня рассмотреть. Во-первых, в чем заключается задача области речевого развития в федеральной образовательной программе дошкольного образования. Далее мы рассмотрим с вами направления и методы работы, которые мы можем использовать и которые должны использовать обязательно педагоги в своей профессиональной деятельности. Следующий вопрос. Какие же мы методики можем использовать для реализации данной области по нашей программе? Ну и немного расскажу, затрону вопрос методической поддержки. Развитие речи, особенно в дошкольном детстве, как обладение родным языком является процессом многоспектным по своей природе. Это обладение составляет необходимую базу формирования полноценного мышления человека. Речевая же деятельность формируется и функционирует в тесной связи со всеми психическими процессами, которые протекают в сенсорной и также в интеллектуальных сферах. Те изменения, с которыми приходится сталкиваться в нашей непростой ситуации, это и резкое снижение когнитивного развития детей дошкольного возраста, сужение уровня развития сюжетно-ролевых игр дошкольников, что в свою очередь приводит к недоразвитию и мотивации, и пространственной сферы ребенка. Объединение и ограничение общения – это также одно из изменений, которое тоже ведет за собой низкий уровень коммуникативных навыков, то есть коммуникативных компетенций, а также низкие показатели познавательного развития старших дошкольников, снижение уровня детской любознательности, воображения. Вот те параметры, которые мы с вами наблюдаем, и те изменения, которые были обнародованы в СМИ. А также, что касается именно периода обучения грамоте, то, конечно же, это неразвитость тонкой моторики руки старших дошкольников и увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья. Если дальше продолжать этот список, он достаточно будет большой. Но остановимся вот то, что касается именно нашей с вами темы – это развитие речи. Если мы с вами перейдем конкретно к документам, и отмечу, кстати, что в связи с переходом на федеральную образовательную программу дошкольного образования, перед педагогами стоит достаточно сложная, даже можно назвать архиважная задача, не только научить детей воспринимать программный материал в процессе игры, в процессе творчества, в процессе тесного взаимодействия с другими, с верстниками, с воспитателем, но и самим научиться не просто управлять детьми, а вот пытаться их заинтересовать, пытаться их замотивировать на получение определенных знаний, на умений и навыков, то есть определенного объема, мы не предоставляем детям знаний готовых, а все-таки их наставляем, используя принцип рыболова, подводим детей к определенным выводам, то есть не на блюдечке преподносим им эти знания, а чтобы дети пытались сами в процессе каких-то определенных действий получить эти знания. То есть педагог прежде всего он направляет к тем открытиям, которые ребенок должен сделать самостоятельно. Вот что касается документов, то я обращаю ваше внимание на то, что в федеральном законе, в статье 28, мы видим с вами в пункте 2, что образовательные технологии, а также выбор учебно-методического обеспечения, мы вправе сами выбирать. Мы это можем сделать. Ну и с учетом тех возможностей, которые, в общем-то, вот заложены данной программой. Вот те программы, парциальные программы, которые, в общем-то, я думаю, используете вы, можете использовать начинающие, если мы говорим о начинающих педагогах, достаточно известные фамилии и их программы, которые они разработали. Но сегодня я попытаюсь вам показать некоторые приемы из разных программ, которые вы можете использовать, которые, может быть, вы используете уже в своей педагогической деятельности. Но давайте их все-таки озвучим. Это Гербова, развитие речи и приобщение детей в художественной литературе. Это Ушакова, развитие речи. Затулина, также развитие речи. И Ельцово, обучение грамоте. То есть вот эти четыре программы, которые являются самыми популярными, так скажем. Образовательная область речевого развития. Одна из самых важных образовательных областей. Чтобы ее реализовать, педагог должен сам достаточно хорошо владеть определенным объемом знаний. Например, иметь чистую, правильную, грамотную речь, образную речь. Знать детскую литературу, хорошо в ней ориентироваться. Уметь составлять увлекательный рассказ по картине. Давать речевые образцы, на основе которых дети будут строить свои речевые, так скажем, клише. Строить свою речь, речевую модель ребенку. Ну а также знать алгоритм описания картинок. Уметь их правильно, логично и увлекательно для ребенка преподнести. Уметь правильно составить вопросы. Ну и обладать талантом доверительного разговора с детьми. И, наконец, просто иметь добрые глаза, чуткое сердце и любить, просто любить детей. Что касается основной цели. Это основная цель представлена здесь, вот на данном слайде. Это развитие свободного общения со сверстниками, со взрослыми. Ну и, конечно же, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающим миром. Другими словами, мы должны научить детей взаимодействовать, используя коммуникативные, конечно же, средства в любых ситуациях, которые мы можем даже считать обыденными. Переходя к документам, которые регламентируют работу педагога, то, конечно же, нужно сказать и о приказе. Приказ, который был опубликован 25 ноября 2022 года, где имеются следующие задачи. Задачи представлены здесь же на слайде, но все-таки давайте я их озвучу. Во-первых, это формирование словаря, далее это развитие звуковой культуры ребенка, формирование грамматического строя речи, развитие связанной речи, подготовка к обучению грамоте, как вы, думаю, догадались, что это вот как раз это новшество. Ну и еще одна из задачи, это развитие интереса в художественной литературе. К сожалению, данная задача, она у нас сегодня достаточно на низком уровне. Что касается целевых ориентиров федерального образовательного документа, то есть программы, предполагает, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли, желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, переживаний, желаний, уметь строить речевые высказывания в зависимости от ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки для грамотности, ну и в связи с новой федеральной образовательной программой уметь читать слоги, уметь читать предложения, состоящие из трех-четырех слов. Теперь давайте остановимся более подробно на каждой из задач. Формирование устной речи, навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа, это вот, в общем-то, та задача, которую, я думаю, в общем-то, и до нынешнего документа, да, вот мы этим и занимались, педагоги это и делали. Но обратимся все-таки непосредственно к каждой задаче и начнем все-таки с овладения речью как средством общения культуры. Что же это значит? Это значит, что сформировать необходимо у ребят устную речь на том уровне, чтобы они не испытывали трудностей в усвоении контактов со сверстниками, со взрослыми, с окружающими, да, чтобы их речь была понятна всем нам окружающим. Следующая задача – это обогащение активного словаря. Это обогащение словаря происходит за счет основного словарного, так скажем, фонда дошкольника и зависит от словаря, конечно же, нас с вами, взрослых, от педагогов, от родителей. Для расширения словаря детей создаются благоприятные условия при комплексно-тематическом планировании работы. Я думаю, что, в общем-то, вы тоже об этом знаете. Следующая задача – это развитие связанной, грамматически правильной, диалоговой и монологовой речи. Наша связанная речь состоит из двух частей. Отлично вы это знаете – это диалог и монолог. Строительным материалом для нее является как раз вот словарь и освоение грамматического строя речи, то есть умение изменять слова, словоизменения, да, соединять их в предложения, но и в небольшие тексты для описания, если мы говорим о описании. Следующая задача – это развитие речевого творчества. Работа достаточно непростая, в какой-то степени даже очень сложная, которая предполагает, что дети самостоятельно составляют простейшие короткие рассказы, принимают участие в сочинениях загадок, стихотворных фраз, придумывают новые ходы в сюжете той или иной сказки, ну, понравилась сказка. Может быть, предложить детям изменить, да, концовку. Как же будет, ребята, а вот если бы было бы не так, а если бы вот пошло не совсем так, как мы хотели. Давайте придумаем, да, завершение сказки. Как вы считаете, какие могут быть концовки у той или иной сказки? Все это становится возможным, если мы создаем для этого определенные условия. Как раз вот условия креативности, творчества наших с вами детей. Следующая задача – это знакомство с детской литературой. Это и понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. Ну, а главная проблема, которая состоит в том, что, состоит, вернее, в том, что книга перестала быть ценностью во многих семьях. Дети пренебрегают опытом домашнего чтения, это слушание. Ну, и книга все-таки должна быть, стать спутником наших детей. Поэтому все-таки мы, как взрослые, раз мы ответственны за наших детей, мы должны прививать любовь к детской литературе. Следующая задача – это развитие звуковой и интонационной культуры, а также развитие панематического слуха. Ребенок усваивает систему ударений, произношение звуков, умеет выразительно говорить, читать стихи. Ребенок учится называть слова с определенным звуком, находить эти слова, выделять эти слова с определенным звуком, ну и, конечно же, определять место звука в том или ином слове. Вот то, что именно закладывается в эту задачу. Следующая задача – это формирование звуковой аналитико-синтетической активности. Метод Ушинского – звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте, напомню, да? Как предпосылки для формирования обучения грамоте. Подготовка к обучению грамоте – это определенный этап, определенная ступень в нашем бесконечном образовании. Это формирование навыков и звукового анализа, и звукового синтеза. От способности ребенка к анализу и синтезу мы должны научить детей речевым навыкам слышать звуки, произносить звуки, ну и правильно уметь говорить, формирование правильного произношения. Вот те задачи, которые вкладываются нашими документами, которые регламентируют нашу с вами педагогическую профессиональную деятельность, ну и на что направлена та или иная задача. Что касается направлений, переходим к направлениям. Основные направления работы именно области развития речи. Развитие словаря. Что сюда входит? Освоение значений слов, их уместность употребления в соответствии с определенным контекстом высказывания, с определенной ситуацией, в которой происходит общение. Ну и расширение словарного запаса. Работа над переносом слов из пассивного словаря в наш активный словарь. Далее это воспитание звуковой культуры речи. Что сюда входит? Это развитие восприятия звуков родной речи. Ну и, конечно же, умение их использовать, умение их произносить. Следующая задача – это формирование грамматического строя. Морфология, вы все знаете, раздел, языкознание, изменение слов по родам, падежам, числам. Конечно же, напомню, что это будет все-таки работа направлена в практическое русло, то есть умение изменять. Показывая, например, один карандаш, спрашивать, ребята, это один или много? Детя отвечает – один. А когда их много? Карандаши. Все верно. То есть на практике мы детям даем те знания из области морфологии, которые необходимо им овладеть. Что касается синтаксиса. Это освоение различных типов словосочетаний, предложений, ну и словообразования. Учим детей образовывать новые слова. Как будет, например, карандаш ласково, карандашик и так далее. Что касается развития связной речи. Это работа в области диалога, разговоры, организация игр, ролевых игр. Как раз вот та область, где все-таки вот ведется работа именно с диалоговой речью. Что касается монологовой речи. Это умение рассказывать, описывать свои игрушки, описывать свои, возможно, домашних животных, любимые предметы. Все касается, вот именно касается связной речи. Формирование элементарного осознания явлений языка. Ну и, конечно же, речи. Что сюда входит? Это развитие звука, развитие умения различать звуки, слышать эти звуки, понимать эти слуги. Ну и, конечно же, понимать слова, осознавать, что мы говорим. Ну и нахождение места звука в слове. Всевозможные игры сегодня тоже я вам предложу несколько. Далее. Следующее. Это методы. Какие методы мы можем использовать? Чаще всего три группы методов. Это наглядные, словесные и практические. Но начнем с наглядных. Непосредственное наблюдение и его разновидности. Наблюдение на природе. Пошли на экскурсию с ребятами. Ну и понаблюдали за теми явлениями, которые в природе мы можем увидеть непосредственно в связи со сменой времен года. Какие могут быть в живой природе, какие могут быть изменения в неживой природе. Далее это опосредованное наблюдение. Это рассматривание игрушек, рассматривание картин, может быть, чучел. Рассказывание по картинкам. Рассказывание с использованием игрушек. Это все вот как раз наглядные методы. Что касается словесных методов. Что относим к методам словесным. Это чтение и рассказывание художественных произведений. Заучивание их наизусть. Пересказ их. Может быть, обобщающая какая-то беседа о прочитанном. Какое-то творчество. Можем предложить детям поэкспериментировать. Придумать какую-то загадку, может быть, писательного характера. Рассказывание без опоры на наглядный материал. Это вот все то, что касается именно словесного метода. Ну и практические методы. К практическим методам мы можем отнести игры, дидактические любые игры, упражнения, игры драматизации, инсценировки, пластические этюды, ну и хоровые игры. Вот те методы, которые мы используем в своей педагогической деятельности. Кое-какие из них я вам чуть позже как раз предложу. Что касается средств развития речи. Это общение взрослых и детей, культурная языковая среда, традиции семьи, традиции республики, традиции нашей всей необъятной России. Далее это обучение родной речи на занятиях, работа с художественной литературой, прочтение сказок, стихов и так далее. Ну и, конечно же, это изобразительное искусство. Это музыка, это театр. То есть те занятия по различным разделам программы, которые предусмотрены в наших документах. Далее. Для полноценного развития речи необходимо создавать условия, под которыми мы предусматриваем. Что же мы предусматриваем под условиями? Но первое, на что хотелось бы обратить внимание, это изучение состояния. Раз мы говорим о речевом развитии ребенка, то, конечно же, изучение состояния речевого развития детей в период дошкольного детства. Это и целенаправленная работа педагогов в области речевого развития детей во всех видах детской деятельности и при тесном сотрудничестве с родителями. Это создание развивающей предметно-пространственной среды, о которой вчера как раз была речь. Это и повышение профессионального роста педагогов в вопросах речевого развития дошкольников. Ну а теперь давайте более подробно мы и поговорим. Изучаем состояние речевого развития детей в период дошкольного детства. Это является, конечно же, обязательным, необходимым условием для создания единого речевого пространства в дошкольной образовательной организации, ну или в дошкольном учреждении, которое заключается в проведении воспитателями диагностик. Тех диагностик, на основе которых мы можем сказать, на каком уровне находится речевое развитие ребенка. Далее, это диагностика, которая помогает установить уровень развития речи детей в соответствии с возрастом, в соответствии с возрастными нормами, ну и проследить, конечно же, динамику. Есть динамика, есть ли развитие вообще или нет. А также помогает выявить недостатки в речевом развитии, которые следует уделить особое внимание повседневной жизни. Ну и, конечно же, в индивидуальной работе с детьми, используя речевые игры, методики и приемы. А также, все-таки, работа в тесной взаимосвязи с логопедами. Целенаправленную работу над речевым развитием детей необходимо проводить во всех видах детской деятельности, а не только на специальных занятиях, на которых проходит лишь часть работы по развитию речи. Ну и значительную роль играют различные формы работы, которые осуществлять можно как вне занятий, так, в общем-то, и в режимные моменты. Также в дошкольном детстве ведущей деятельностью является игра. То одним из условий успешной работы по развитию речи, почему бы и не использовать различные игры. Ниже как раз вот мы тоже с вами их и рассмотрим. Некоторые, я приведу пример. Задача воспитателя заключается в том, чтобы вызвать у детей интерес к игре, подобрать такие варианты игры, где дети смогли бы активно обогатить свой словарный запас. Обогатить свой словарь. Что касается компонентов, над которыми нам необходимо будет работать, то есть формирование речи в совместной деятельности, оно должно быть направлено на все компоненты речи. Их всего девять, напомню вам. Это и понимание речи, это и лексика, это и грамматика, это и развитие, это и связная речь, звукопроизношение, фономатический слух, слоговая структура. Это просадические компоненты речи, куда мы относим речевое дыхание, голос, темп, ритм, интонация и так далее, но и неречевые психические функции. Это восприятие, внимание, память, мышление, воображение и, конечно же, моторика. Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных, замечу, возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики дошкольного образовательного учреждения, от культурных и региональных особенностей, от опыта, от творчества, от творческого подхода, да, педагога. Ну и основной ведущей формой по развитию речи является образовательная ситуация. Что касается образовательной ситуации, что же мы можем использовать при организации образовательной ситуации? Это, конечно же, организация различных видов детской деятельности детей. Те, которые у нас заложены в федеральном государственном образовательном стандарте. Они направлены на формирование у детей знаний, умений, рассуждать, делать определенные выводы, уметь в различных видах деятельности их применить. Это могут быть и игровые, и коммуникативные, и познавательно-исследовательские. Это и работы из художественной литературы, с фольклором, например. Это могут быть и на этапе конструирования, на этапе работы с изобразительными средствами, например, на занятиях использования музыкальных инструментов, двигательных и так далее. То есть вот те как раз ситуации, которые мы видим с вами в повседневной нашей жизни. В ходе режимных моментов и также на этапе закрепления имеются возможности по применению новых условий, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. В ходе режимных моментов как раз. Рассмотрим примеры, которые мы можем использовать в своей повседневной работе с использованием режимных моментов. Например, во время утреннего приема можно поговорить о том, ну какое же у тебя сегодня настроение, с каким настроением ты сегодня пришел. закрепить знания о семье, кто тебя провожал, домашний адрес, на каком транспорте ты приехал, ну и о том, где твои работают родители, какая твоя любимая игрушка, может быть, потренироваться в произношении ласковых форм слова. И все это возможно сделать в достаточно ненавязчивом диалоге между ребенком и воспитателем. Утренний прием очень важен в настрое на дальнейшее пребывание ребенка в детском саду. От того, как прошел утренний прием, как ребенок вошел в группу, с каким настроением, кто его встретил, насколько, с улыбкой или нет, вот зависит как раз вот эмоциональный уют в группе в течение всего дня. От организации утреннего приема зависит в дальнейшем, будет ли ребенок с удовольствием ходить в детский сад, с желанием ли он будет заходить в группу, ну или будет все-таки он оставаться дома. Встречаю добрыми словами. Здравствуйте, мы рады вас видеть. До свидания, завтра ждем снова. Будем рады видеть вас. Очень, конечно же, зависит настрой и детей, и самих родителей. Очень детям нравятся игры с тайнами. Дети, к нам сегодня пришла посылка. Но чтобы ее открыть, нужно сказать слово-пароль. А слово-пароль сегодня у нас начинается со звука М. Только нужно, чтобы все назвали пароль правильно. И дети изо всех сил стараются придумывать нужное слово. Но здесь необходимо учитывать один момент. Если воспитатель заметил, что кто-то из детей в силу каких-то причин не может подобрать слово, то нужно прийти, ненавязчиво прийти на помощь этому ребенку. Но желательно, чтобы помощь исходила все-таки от самих детей. Утром также мы можем использовать как работу индивидуальную. Ну и в том числе и по развитию речи. Далее. В утренние часы можно использовать работу по разогреву артикуляционного аппарата. Это могут быть упражнения на дыхание, то есть дыхательные гимнастики, и упражнения на артикуляцию. В утреннее время для младшей группы один раз в день по 2-3 минуты. Упражнения необходимо проводить в сказочном, либо в стихотворной форме. Постепенно время можно увеличивать, и в старшей подготовительной группе может время по выполнению вот этих вот упражнений увеличиться до 10 минут. Упражнения могут проводиться как в сказочной, так же и в стихотворной форме, но и можно с использованием каких-то героев. Правильное речевое дыхание, оно обеспечивает четкую дипсу. Произношение звуков за счет нормального звукообразования, достаточной громкости, соблюдение пауз, сохранение плавности речи и ее выразительности. Дыхательная гимнастика может проводиться как с предметом, с каким-нибудь... На данном слайде я привела примеры. Это могут быть различные султанчики, так в принципе и без каких-то подручных, так скажем, средств. Это может быть вот и воздушный шар, это может быть и насос, это может быть бантик, лист осенний, который мы можем как раз вот подобрать по ходу продвижения к детскому саду. Это может быть просто вот подуть на руку себе. То есть такие, в общем-то, несложные упражнения, которые будут, в общем-то, и способствовать развитию артикуляционного аппарата, но и что, в общем-то, способствует дальнейшей работе именно в области развития речи. Дыхательная и артикуляционная гимнастика проводятся как в свободной деятельности, так и могут являться физминутками во время занятий. Дыхательная и артикуляционная гимнастика – это важные и неотъемлемые этапы формирования правильного звукопроизношения и речи в целом, ну и главное, в общем-то, проводить их систематически. Детям это очень нравится, вот, но не нужно забывать о том, что, в общем-то, учет возрастных особенностей тоже, в общем-то, нужно обязательно учитывать при данной работе. Далее, вот что касается именно формирования словаря, в связи с документом, программой дошкольного образования, мы можем использовать два пункта – это активизация словаря и это обогащение словаря. Под активизацией словаря мы понимаем совершенствовать умение использовать разные части речи точно и по смыслу. Как мы это можем сделать? Методика тоже представлена вот здесь по правую руку, в табличке. Это работа над уточнением словаря ребенка, подбор антонимов на практике, да, то есть слова, противоположные по значению, ну и работа по расширению словарного запаса – это работа над многозначностью слов, как с прямым, так и с переносным значением слов. Ну и обогащение словаря – это расширение запаса слов. И сейчас я вам хочу предложить, как мы это можем сделать. Ребята, послушайте загадку и подумайте над отгадкой. Нужно хлеба нам купить и подарок подарить. Сумку мы скорее берем и на улицу идем. Там подходим вдоль витрин, проходим вдоль витрин и заходим. И ребята должны досказать – магазин. Продуктовый магазин, много разных в нем витрин и отделов очень много. Продаются в нем продукты, чтобы могли питаться люди. Мы по-разному продукты говорим сегодня. Мы про разные продукты говорить сегодня будем. Ну и потом спросить у ребят, да, что такое продукты? Как вы думаете, ребята? Да, все верно. Это то, что мы с вами употребляем в пищу. А что же такое пища? Пища – это не только источник энергии, необходимый для деятельности человека, но это еще и материал для нашего роста и развития. И детям сообщаем, что мы идем, что скоро к нам придут в гости, поэтому нам нужно сходить в магазин, надо подготовить вкусный обед, поэтому мы отправляемся в магазин за покупками. Но сначала нужно ответить на мои вопросы. Кто работает в магазине? И дети должны назвать продавец, красир, грузчик, директор, фасовщица и так далее. Как называют людей, которые что-то покупают? Дети отвечают – покупатели. Что делает покупатель в магазине? Выбирает продукты, смотрит, выбирает и так далее. Прежде чем покупать продукты в магазине, сначала вспомним, какие продукты в каком отделе покупают. Я буду называть вам различные продукты, а вы отвечайте одним словом. Как называется отдел, где их продают? Только отвечать будет тот, кому я кину мяч. И во время вопроса учитель, педагог, вернее, кидает мяч. Как называется отдел, где продают булочки, батоны, каравайи? И дети отвечают – хлебный отдел. Мяч возвращается к педагогу. Как называется отдел, где продают молоко, творог, сыр и так далее? Далее игра следующая. То есть можно использовать различные игры. Игра «разложи продукты по отделам». Детям предлагается подойти к столу, где лежат картинки или муляжи с теми или иными продуктами. И дети должны разложить их по витринам. Далее. Это может быть упражнение повар. Кто готовит суп? Как готовит суп? А котлеты? Вот, то есть суп мы варим, а котлеты мы жарим. Дальше, дальше, дальше. Следующая игра. До, между, за. Цель – закрепить знания детей по процессу, например, приготовления супа и так далее. Далее. Здесь на слайде вы видите слова, которые являются многозначными. Вот, ну и с помощью картинок детям показать многообразие. Да, вот, ребят, что такое ручка, какие ручки бывают. Да, вот ручки, которыми мы что-то мастерим, ручка, которой мы пишем, ручка у сумки, ручка у входной двери. Вот сколько, посмотрите, значений имеет слово «ручка». Расширение словарного запаса? Конечно же. Аналогичная работа, в общем-то, может проводиться и со словом «ключ». Показав картинку, объяснив значение того или иного слова, мы тем самым с вами как раз вот обогащаем словарный запас детей. Далее переходим к звуковой культуре речи. Совершенствовать умение различать на слух, произношение, все звуки родного языка, отрабатывать дикцию, внятность, четкость, совершенствовать фонематический слух, умение называть слова с определенным звуком, ну и, конечно же, слышать, определять место звука в слове. Ну и развивать интонационную сторону речи. Тематическая картинка, которую предлагаю вам для рассмотрения. Ну и вспомнить, какие бывают месяцы, и поиграть в игру до, между, за. Какой месяц до января, ребят, находится? А какой месяц после декабря находится? А назовите мне все зимние месяцы. Какой месяц между декабрем и февралем? Какой месяц после января? Дальше. Да скажи словечко. Тихо, тихо, как во сне. Падает на землю, эти говорят, снег. С неба все летят пушинки, серебристые снежинки. На проселке, на лужок, все снижается, снежок. Вот веселые ребята, все веселые. Вот веселье для ребят, все сильнее снегопад. Все бегут в перегонки, все хотят играть в снежки. Во-первых, отгадывая эти загадки, досказывая словечки, мы называем слова. И обращаем внимание, что, ребят, слова-то у нас, они одинаковые, да? Везде снежинки, снежок, снеговик, снегири. По снегу, например, с красной грудкой, птички, да? Снегири. Показать картинку, как раз расширяем словарный запас. И обращаем внимание, что вот эти слова у нас с вами родственные слова, да? Дальше пословицы о зиме, какие дети знают. Вспоминаем. Декабрь год заканчивает, зима начинает. Много снега, много хлеба. Зима не лето, в шубку одета. Работа над, во-первых, активизацией. Вспоминаем пословицы, поговорки. Ну и потом ведется работа, а как мы понимаем, да? Это высказывание, ребят. Как мы понимаем эту поговорку или пословицу. Дальше. Игра следующая. Хлопни в ладоши. Развитие слухового внимания и понимания речи. Садимся в кружок с ребятами и предлагаем поиграть в зимние слова. Я произношу слова. Если вы услышите слово, связанное с зимой, хлопнем в ладоши. Снежинка, Новый год, санки, лед, жара, рукавички и так далее. И на внимательность, и на расширение словарного запаса. Один или много. Научить образовывать существительные множественного числа. Называем слово снежинка. Дети образуют слово снежинки или много снежинок. Сугроб. Сугробов много, да? Снеговик. Снеговики. Много снеговиков. Ёлка. Много ёлок. Вот таким образом мы можем как раз вот работать в этом направлении. Организую работу по культуре речи. Назови ласково. Снежинка. Снежиночка. Ёлка. Ёлочка. Снеговик. Снеговичок. Игра посчитай. Сосчитай. Одна снежинка, две снежинки, пять снежинок и так далее. Достаточно много игр, которые мы можем использовать. Тематику зимнюю взяла, поэтому, в общем-то, подобрала именно такие картинки. Дальше. Что касается грамматического строя речи. Закрепление умения согласовывать существительные с числительными, с прилагательными. Закреплять умения образовывать по образцу существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и превосходную степень имен прилагательных. Совершенствовать умение детей образовывать однокоренные слова, ну и развивать способность использовать в речи сложные предложения разных видов. Ну, давайте перейдем как раз вот к этой работе. Что мы можем здесь предложить детям? Мы ждем в гости друзей и накрываем на стол. Расскажите, с чем в твоей семье любят пить чай, а с чем пекут пирожки? Ну и предлагая картинку, мы детям, детей просим, соедини подходящие картинки. Что нам нужно для приготовления, например, пирога? Что нам нужно для приготовления блинов? Можем усложнить задание. Закройте глаза и вспомните все блюда, которые можно приготовить и съесть, например, с вареньем. А теперь можно предложить детям закрыть глаза и назвать те блюда, которые мы можем скушать с кетчупом. А что не едят со сгущенкой? Вот такие вот сложные задания, которые как раз будут активизировать детей на составление словосочетаний, на составление предложений. А что ты любишь больше всего? То есть достаточно задать, сформулировать верно вопрос, полагаясь на те знания, которые дети имеют. Можно, в общем-то, несложно подобрать и выполнить то или иное задание. Во-первых, в чем заключается многофункциональность каждого вот этого упражнения. Во-первых, закрепление предлога на. На столе что мы можем поставить? Что мы кладем на стол? Дальше. Уточнение и обогащение словаря, например, по теме посуда. Какую посуду мы используем для чаепития? Либо это тема продукты. Какие продукты мы можем приобрести в магазине или мы должны использовать для приготовления супа, например. Дальше. Отработка грамматических категорий. Например, посчитай, сколько яблок, сколько пирожков и так далее. Дальше. Это автоматизация нарушенных звуков. Например, назови все слова со звуком «с» и дети называют. А также здесь мы можем предложить детям поработать над связанной речью. Ну и, например, придумать рассказ, используя вот эту картинку, у Вани день рождения. Что мы можем поставить на стол в день рождения. Так, далее. Что касается связанной речи. Вот частично мы уже с вами тоже затронули этот вопрос. Здесь мы можем, не можем, вернее, должны формировать умение строить разные типы высказываний. Это может быть и описание, это может быть и повествование, и рассуждение, соблюдая структуру и используя разнообразные типы связей между предложениями и между частями. Если мы говорим о высказываниях. Дальше. Это закреплять умение отвечать на вопросы, формулировать эти вопросы, воспитывать культуру речевого общения. Это может быть продолжить работу, например, по самостоятельному построению, работа над развитием выразительности, последовательности. Для этого мы можем использовать, например, небольшие рассказы, сюжетные картинки, предметные картинки, но и закреплять умение составлять рассказы и небольшие сказки. Давайте попробуем это сделать. В ближайшее время кто-то будет наряжать, кто-то уже нарядил елку. Ну и детям предложить поиграть в упражнения, из чего сделаны елочные игрушки. Совсем недавно мы с вами, например, ездили на экскурсию на фабрику игрушек. Давайте вспомним, из каких материалов мы можем сделать игрушки. Или, может быть, вы, ребята, недавно дома, с семьей наряжали елку. Вспомните, пожалуйста, из каких материалов изготавливаются игрушки. И дети должны назвать. Это пластмасса, это стекло, резина, может быть, мех и так далее. Может быть, бумага даже. Воспитатель может задать вопрос. А дети должны ответить. Игрушка, сделанная из стекла. Какая игрушка? Стеклянная игрушка, отвечают дети. А почему нас просили не трогать стеклянные игрушки, например, когда мы были на экскурсии на фабрике игрушек? Стеклянная игрушка очень хрупкая. При неосторожном обращении они могут сломаться. И мы можем пораниться. Поэтому вот в зависимости от того, какую цель вы преследуете, мы можем строить работу именно по составлению небольших текстов, небольших рассказов. Далее. А если мы говорим, например, вот игрушка сделана из пластмассы. Какая она? Пластмассовая или пластиковая игрушка. Игрушка, например, из шоколада. Шоколадная игрушка. А что будет, если шоколадную игрушку долго держать в руках? Да, верно, ребята, она растает. Детям нравятся игры. Особенно вот в преддверии Нового года. Ну и предложить, например, детям украсить новогоднюю елку теми игрушками, которые изображены, например, вот здесь на картинке. Или мы можем даже предложить детям нарядить игрушку. Виртуальную, а может быть даже и ту елку, которая находится у них в группе. Игрушками со звуком К. И дети выбирают картинки, в названиях которых есть данный звук. Предлагаем по очереди повесить на елку понравившуюся вам игрушку и составить предложение, чтобы в нем было два красивых слова. И дети по очереди, выбирая игрушки, подходят, вешают и строят свои высказывания. Так, далее. Следующая работа над связанной речью. Сказочный детский сад. Специально Ситуация создается, где мы можем моделировать те варианты социальных отношений, во-первых. Ну и данные ситуации позволяют ребенку принять участие в разговоре на ту тему, которая ему понятна, доступна. Ну а в то же время предлагаем принять участие, активное участие в диалоге, назвать тех героев, которые изображены, кто здесь является воспитателем, кто, например, играет с кубиками, кто рисует, кто, может быть, лошадку решил причесать. Вот, то есть работая с сюжетной картинкой, а может быть, просто создать ситуацию в группе, где дети будут включены именно в эту ситуацию и смогут построить то или иное предложение, то или иное высказывание. Здесь тоже мы можем предложить достаточно много игр. Кто внимательный, например. Игра. Я буду вам называть слова, а ваша задача услышать, правильно, ребята, услышать первый звук, слово. И если слово начинается с твердого согласного звука, то вы показываете мне синюю карточку. Если с мягким согласным звуком, то зеленую карточку. И учитель перечисляет, например, метель, лед, сосулька, град, сугроб, снежинка и так далее. Ну и дети должны соответствующую картинку показать. Или, например, раздели слова на слоги. Это уже ведется работа и по обучению грамоте. Оно сложнее. Надо постараться, чтобы все выполнили это задание. Делим слова на слоги. А для этого мы можем использовать схема, схема подсказки. Педагог обязательно должен обратить внимание на схему, которая чаще всего, в общем-то, расположена неподалеку. Ну и учитель называет такие слова, как мороз, снеговик, снегопад, снежок, горка, ком, лед, забава. И совместно с детьми они учатся делить слова на слоги. Что касается развития, конечно, моторики. Говорили мы сегодня с вами тоже и должны, вернее, тоже затронуть развитие моторики. Это могут быть графические диктанты. Графические упражнения, извините. Ну, например, снежинка. У вас на столе, например, лежат листочки с изображением снежинок. Вам необходимо аккуратно их обвести по точкам. Карандашом, например, простым или цветным, неважно. Как можно соединить. Соединить прямой линии нужно. Ну и потом попросить детей показать, что у них получилось. Это целая выставка, как много замечательных снежинок у нас с вами получилось. Или, например, игра звуковой анализ слова. В этом задании лежит загадка. Давайте-ка попробуем с вами ее отгадать. Слушайте внимательно. И учитель читает. Грянул гром, весенний гром, засверкало все кругом, рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны. Брызги света всюду льют. Это праздничный салют. Это называют слово. И потом мы можем это слово как раз поделить на слоге. Ну и можно охарактеризовать первый звук. Какой он? Гласный и согласный. Твердый или мягкий на основе как раз вот анализа. Дальше. Можно использовать игру «Найди нужную схему». Ребята, посмотрите на это задание. Нам необходимо подобрать схемы к предложениям. И учитель озвучивает предложения, а дети считают в соответствии с количеством слов, соотносят схемы. Предложение, которое мы можем использовать, например, «Наступила зима», «Саша убирает снег лопатой», «Стали дни короче». Соотносим схему с тем предложением, которое озвучил педагог. Дальше. Что касается... Да, вот как раз по обучению грамоте мы тоже с вами, в общем-то, уже перешли к этой работе. Что касается художественной литературы, вот здесь я хотела немножко с вами остановиться. Буквально несколько минут вашего внимания я все-таки еще займу. Всем известное произведение «Сутеева и елка», где мы, во-первых, должны прочитать, познакомить детей с этим произведением и задать серию вопросов по прочитанному материалу. Например, ребята, вам понравилась сказка? А в какое время года начинаются события в сказке? Кому написано письмо? Кому писали, вернее, письмо дети? О чем они просили? Как работали ребята? Кто главный герой? И так далее. То есть после знакомства с произведением можно использовать вот «Сутеева и елка». Что касается, например, зимней тематики, это может быть, например, стихотворение Раисы Кудашевой «В лесу». «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Замечательное стихотворение. Ну и песенка тоже. Дальше. Это может быть стихотворение Чуковского «Елка». То есть если мы берем зимнюю тематику, то можно подобрать то или иное произведение, где как раз тема соответствовать будет нашей с вами теме. Ну и потом просто-напросто познакомить детей с произведением, ну и выполнить небольшой анализ. Вопрос задать, побеседовать с детьми. На прогулке проговариваем алгоритм одевания. Называем одежду. Из чего эта одежда состоит? Сама прогулка. Во-первых, структурные компоненты прогулки тоже, в общем-то, я думаю, что вы все помните. Проводится наблюдение за живой и неживой природой. После нескольких наблюдений можно предложить детям составить или придумать сказку, рассказ. По тем объектам, которые, в общем-то, за которыми мы наблюдали. Это может быть, например, кормушка. Мы с детьми были на прогулке на площадке. И вот как раз изготовил кто-то из родителей кормушку. Может быть, кто-то из детей даже принимал активное участие в изготовлении этой кормушки. Ну и вот и поговорить. Поэтому достаточно много тех игр, тех упражнений, которые мы можем использовать. Так, далее. Что касается методического сопровождения и ресурсов, потому что время у нас, я вижу, заканчивается, завершать нам необходимо. Что касается современных пособий, которые позволяют решать задачи, комплексные задачи, речевого развития детей. Ну, во-первых, повышать интерес, мотивацию к занятиям. Пробудить интерес к активным все-таки действиям со стороны детей. Специалист подбирает возможности творческого подхода, достижения более высокого результата. Ну и, конечно же, необходимо привлекать и родителей для того, чтобы, в общем-то, они... Дети себя чувствовали более комфортным, но и родители могли помочь в формировании ребенка, в развитии ребенка. Ну и на что следует обратить внимание при выборе пособия? Конечно же, это материал. Соответствует этот материал вашему духу, так скажем, да? Нравится ли вообще эта программа? Позволяет ли она проводить работу по разным видам, по разным типам логопедических проблем, с которыми, в общем-то, достаточно сейчас мы часто встречаемся? Это задание на развитие высших психических функций. Предусмотрены ли в этой программе эти задания? Далее, учитывается ли в данном пособии учет индивидуальных особенностей, дифференцированных, но и новизна, оригинальность формы речевого материала, который предлагается нам для рассмотрения, для того, чтобы мы уже на практике могли применять тот или иной материал. Ну и пособия должны быть использованы непосредственно в группе для занятий в детском саду, ну а также дома. То есть привлекать для закрепления, например, материала родителей, ну и выполнить, может быть, одно-два задания. Рассказать, например, по сюжетной картинке или описать тот или иной предмет, то или иное явление. Ну вот сегодня у меня все. Хотелось бы пожелать крепкого-крепкого здоровья в преддверии Нового года, замечательного этого праздника. Пожелать успехов вам, уважаемые слушатели, вам, уважаемые коллеги, ну и вашим детям в Новом году. А также здоровья, ну и творчество. Так, сейчас я постараюсь ответить на ваши вопросы. С удовольствием. Ну и хотелось бы еще отметить, что все-таки все, что просто, все, что несложно, да, детям воспринимается намного легче, намного проще. Поэтому, начиная от встречи детей утром, в течение дня, привлекая их к ролевым, например, играм, в ходе прогулок, привлекать внимание детей, видеть вот то, вроде бы, обыденное, но в то же время интересное, познавательное, которое окружает нас с вами. Роль родителей, конечно же, помогать воспитателям реализовывать все те формы, методы, все те знания, которые, в общем-то, должны быть заложены у наших любимых детей. Презентацию, да, уважаемые слушатели, я выложила. То есть вы можете этот материал скачать. Да, к сожалению, да, наши родители сейчас, к сожалению, они действительно ведут себя именно так. Привели ребенка и все. Занимайтесь воспитанием, развитием, образованием. Вы, вы воспитатели, вы намного компетентнее. Вот, но почему бы и вам, уважаемые родители, не вспомнить, да, как это бывает, как это может быть, и не привлечь, например, изготавливать те же самые снежинки из подручных материалов, например, из ватных дисков или из палочек, и нарядить нашу с вами елку, которую вот мы с удовольствием с детьми, например, нарядили, да. Так, материал можно скачать в файле, да. Так. Благодарю за внимание. Всего доброго. По-моему, на вопрос-то я ответила. Спасибо. 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 Спасибо.